Инициатором и идеенным вдохновительным выставки стал Иван Сущенко. 35 лет назад он возглавлял управление пожарной охраны края. Анапская экспозиция стала второй в стране. Первую открыли в лагере Орленок. За это время более полумиллиона детей получили знания о навыках обращения с огнем. Легче предупредить, чем потушить, правильно? Поэтому мы работаем на предупреждение. Это профилактическая работа. Мы предупреждаем, я уже сказала, и маленьких детей, и взрослых коллективов. Это инструктажи, это сходы граждан. То есть обучение, потом размещение информации профилактического направления. И уже, как говорится, по горячим следам о произошедших, мы размещаем в наших средствах массовой информации. И, естественно, люди, которые читают, слышат об этом, они уже задумаются, можно ли брать спички в руки. Поздравить коллектив центра прибыло много гостей. Здесь и руководство МЧС, и представители ветеранских организаций, сотрудники социальных и образовательных учреждений. За добросовестное отношение к работе и неоценимый вклад в профилактику противопожарной направленности Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю Людмиле Бурнайкиной была объявлена благодарность. Руководство Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю ставит высокую оценку деятельности Центра противопожарной пропаганды общественных связей 11-го отряда, поскольку эта работа неоценима. Она направлена на обеспечение безопасности населения, на обучение детей и взрослых, на то, чтобы заложить основы правильного поведения в быту, в местах с массовым пребыванием людей. В конечном итоге она нацелена на сохранение жизни людей. То есть это главная задача МЧС России. И эту задачу наши коллеги выполняют достойно. Массовое посещение выставки, индивидуальный подход, творческие приемы работы говорят о том, что здесь люди работают с огоньком, у них действительно горячие сердца. Мы гордимся нашими коллегами тем, что они долгое время работают, имеют такую возможность, имеют силы. То есть эта работа их вдохновляет на многие-многие добрые дела. А завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу, который расположен на территории пожарной части. Участники праздника вспомнили тех, кто стоял у истоков и многие годы обеспечивал безопасность на курорте.